Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с того, что у вас есть такая позиция, такой элемент поведения, такая характеристика, которая как бы пытается опередить возможные обвинения вас в том, что вы занимаетесь плохим делом, каким-то тем, что вы тратите свое время впустую и так далее. То есть у вас есть такое вот внутреннее противоречие, вас входит на неуверенность в себе. То есть вы гласите, что меня и тогда и сейчас не переубедить в том, что то, что вы делаете является неправильным. Возникает вопрос, а зачем вообще кого-то с чем-то переубеждать? То есть зачем, например, людям переубеждать вас в том, что то, что вы делаете, это неправильно? Ну вот, смотрите, вы сами на свои деньги, например, вступили в проект, в проекте вы участвуете, в проекте вы занимаетесь делом и так далее. Вы на свои деньги это сделали. Вы никого не просили, как бы никому не обращались, никто, вам ничего не должен. Если кто-то пытается вас переубедить в том, что вы неправы, смотрите на мотивацию человека. То есть зачем он это делает? И вообще-то говоря, люди, они боятся того, объективно боятся того, а вдруг у вас получится? А вдруг у вас действительно получится сделать то, что вы хотите? Вдруг у вас действительно окупится все то, чем вы вот в данный момент занимаете? И люди боятся, потому что тогда получается, что то, что они думали, то, что они делали, то, во что они верили, является неправильным, что ли, является каким-то ошибочным и так далее. А это принять очень тяжело. То есть не обращайте вы внимания на тех людей, которые пытаются вас убедить в том, что вы неправы. Не обращайте вы внимания на тех, кто говорит вам, что это не нужно, это неправильно, это ничего не даст. Я не говорю сейчас о, кстати говоря, своих коллегах, которые говорят, что у вас не получится. Коллеги хотят вам помочь, коллеги пытаются вас как-то образумить, да, чтобы скорее даже не столько отговорить, сколько снизить ожидания. Потому что вот у вас есть эти ожидания, которые вы вкладываете в то, что делаете. Да, вот вы говорите, что, значит, вы видели этот бизнес очень перспективным, вы построили, видели свое светлое будущее, построили планы и так далее. Это и есть ожидание, понимаете. И, пожалуй, единственная ваша ошибка здесь, это то, что вы, по сути дела, начали строить планы там, где планов, в принципе, строить не стоит. Потому что бизнес это довольно стихийное и, вообще говоря, волнообразное образование, которое, к сожалению, не отличается большой стабильностью. И когда человек строит планы, он как бы волей-неволей принимает за идеал некое такое, ну, отстраненное, некое такое стерильное развитие событий, которое в действительности, скорее всего, не сбудется именно из-за того, что влияет ряд факторов. И вот, думаю, что дальнейшие ваши проблемы, они продиктованы ко всему прочему, еще и тем, что у вас появился синдром неоправданных ожиданий. Давайте еще раз на этой проблеме заострим внимание. Когда люди начинают бизнес, энтузиазм и, в общем-то, активность, вера в то, что получится, это прекрасно, это здорово. Обращая внимание на тех, кто говорит вам, что вы неправы, что у вас ничего не получится, не стоит, не нужно. Но вам также не стоит строить план планов. Чем более глобальны ваши планы, тем больше риск того, к сожалению, что что-то не получится, и вы окажетесь разочарованы. И это разочарование, оно, ко всему прочему, ну, не позволит вам адекватно принимать решение и адекватно продолжать вашу деятельность. Это по первому пункту. Дальше. Значит, далее вы пишите про то, что теряете своего друга, который был вашим партнером, и за которого очень сильно переживаете. Из-за потери, которого вы очень сильно переживаете. Я вам здесь соболезную очень, вот, но, что я хочу сказать. Значит, вы пишите о том, что и вы, и муж в шоке, в трансе, так тяжелого не было никогда. Значит, вы пишите, что вам жалко не столько денег, да, а столько того, что с вами больше нет этого человека. Знаете, вот, у вас, по всей видимости, есть травма, психическая травма, из-за смерти человека, из-за, наверное, нелепой смерти, да, которую вы никак не могли предугадать. И, знаете, если вы любили своего друга, то вы понимаете, я надеюсь, понимаете, что он с вами до тех пор, пока вы его помните. Память – это то, что делает человека живым, пока живы вы. И, если вы его любите, если вы им драчите, то, хотя бы ради него, ради памяти о нем, постарайтесь быть счастливым. И мужа своему тоже постарайтесь это донести. Но про мужа мы еще поговорим. Понимаете, вам нужно для себя уяснить, что был хороший человек. Хороший человек ушел. Так случилось. Да, это ужасно. Да, это совершенно невыносимо. Это бессмысленно. Это неестественно. Да, это все понятно. Но это произошло. И теперь, что вы можете сделать? Вы можете жить в прошлом и раз за разом уничтожать себя мыслями о том, как могло бы быть, если бы с вами был ваш друг. Или вы можете ради него, ради памяти о нем сделать ваш бизнес преуспевающим, цветущим и так далее. Вы для себя определите, подумайте, чего хотел бы для вас ваш друг. И сделайте это. Тогда у вас наступит умиротворение. Вы осознаете, что вы своими действиями как бы делаете то, что делал бы ваш друг. И очень может быть, что если у вас будет соответствующее эмоциональное состояние, то вы почувствуете, как ваш друг управляет вами. То есть, как будто он вашими руками делает то, что он бы сделал сам. И вам полегчает. Вам серьезно полегчает. То, что вы делаете сейчас, это грустите, переживаете иногда. Это все, по сути, стремление к тому, к прошлому, что было. И вряд ли это принесет вам хоть какую-то радость, хоть какое-то успокоение. Вы можете, если вы верующий человек, вы можете сходить в церковь, вы можете поставить свечку. Если вам захочется поговорить со священником, с точки зрения религии, вам там помогут более, как бы, конкретно. Далее вы пишете такой вопрос. Значит, как мне расценивать это? Как знак судьбы? Первый наш партнер, и тот ушел. Вы знаете, сложно говорить, сложно отвечать на этот вопрос. Почему? Почему? Потому что, если вы верите в судьбу, то, наверное, тогда, в таком случае, при наличии у вас веры в судьбу, ну, вы действительно, наверное, почитаете этот знак. Проблема заключается в том, что вы получите от того, что вы почитали этот знак. Вот лично вы для себя не выиграете от этого ничего. Ну, да, это предположим, знак судьбы. И что, вы перестанете вкладываться в этот проект, вы перестанете заниматься этим проектом. Но вы сказали о том, что вы до сих пор уверены, что это хорошая идея, и вас не переубесить. Значит, значит, у вас есть твердость, у вас есть целеустремленность, и вы к этому идете, вы к этому стремитесь. Это здорово. И здесь непонятно, что перевешивает. Восприятие того, что произошло как знак судьбы, или ваша убежденность в том, что это выиграет. Что дело стоит того. Думаю, что для начала вам стоит определить именно этот момент. Потому что если вы уверены в том, что дело, которым вы занимаетесь, является стоящим, то простите, им нужно заниматься в любом случае, не взирая ни на какие знаки. Потому что знаки, это просто в данном случае совпадение, и не более того. Если вы придаете значение судьбе, судьбе очень сильно, тогда, я думаю, вам рекомендуется обратиться к эзотерикам. Они больше специализируются на судьбе, они вам смогут подсказать, что есть для вас судьба, что она вам несет, что вам от нее ожидать. Но я хочу заметить, что здесь нет научного подхода, здесь нет рационального верна, это скорее мистическое представление о жизни. Причать, конечно, вам, но тем не менее. Я специально говорю очень аккуратно, чтобы как-то не оскорбить вас, не добить вас, но вместе с тем и дать ответ на этот вопрос. То есть, сперва вам нужно определиться со своими приоритетами, а дальше уже исходить из вот этих самых приоритетов для вас. Дальше. Теперь вы пишите, что ваш муж начал переживать очень сильно, начал пить, и вы ничего не говорили. Вы знаете, вот, пожалуй, это, ну, не то, чтобы прям ваша ошибка, что вы ничего не говорили своему мужу. Скорее, это поведение, это поведение, это поведение характерное, но от этого оно не становится более правильным, к сожалению. Видите ли, когда вы ничего не говорили своему мужу по поводу того, что он начал пить, вы, во-первых, как будто проявили безразличие по отношению к нему, и, во-вторых, вы как будто бы его пожелели. А и то, и то делать не стоит. Вообще, мудрые люди говорят, что если тебе плохо, то пить нельзя, он станет тысячи раз хуже. И очень жаль, что ваш мужчина этого не знал. А если знал, то не придал этому значения. И очень жаль, что вы этого не знали и не придали также этому значения. И вот теперь из вашего сообщения непонятно, то ли вы его пожелели, то ли вы проявили безразличие. Но, так или иначе, прошло время, и теперь ситуация стала усугубляться. То есть, понимаете, вы взвалили на себя обязанности по дому, за детьми. Вы все это делаете, а мужчина как бы и не участвует теперь в процессе того, что у вас происходит. И вы действительно не можете теперь никак наладить свой выбор, потому что мужчина от вас отдалился, вы от него отдалились тоже, и нет у вас преднего взаимопонимания, только упреки и так далее. Значит, здесь, говоря о том, как вам быть, стоит сказать так. У мужа есть явно более ярко выраженная психотравма, чем у вас. И эта психотравма вот так просто не уйдет. Знаете, мужчина оказался во власти алкоголя. То есть, алкоголь помогает ему забыться, алкоголь позволяет ему убежать от реальности, а реальность сама становится для него невыносимой. И чем больше он алкоголя употребляет, или чем дольше он употребляет алкоголь, чем больше он привыкает к состоянию опьянения, и чем меньше он хочет возвращаться в реальность. Вам нужно вспомнить о том, что вас объединял. Вам нужно вспомнить то общее, что у вас было. Вам нужно вместе с ним вытащить его. Вытащить его куда-то, где вам было хорошо, только вам, без друга. А возможно, без детей. То есть, чтобы детей рядом не было, и там вам нужно очень серьезно с ним поговорить. То есть, сказать, что ситуация такова, что вы, например, не видите больше от него никаких усилий, никаких движений, никакой поддержки и так далее. И соответственно, у них каждый вопрос, любит ли он вас, любит ли он детей, раз так реагирует на эти наразительных, например. Да, смерть рука, это, безусловно, очень, очень тяжело. Но простите, вы тоже переживаете. Простите, вы женщины. И вам тежнее. И он, как мужчина, должен вас поддерживать. Он этого не делает, вы поддерживаете его. А что жалеет себя? Как возникальный вопрос. Почему мужчина себя жалеет? Вам нужно проявить грубость. Но только с ним наедине, и только когда не будет детей рядом. Вам нужно проявить настойчивость, напорство. Вам нужно проявить экспрессивность. Для того, чтобы вывести мужчину из себя. Чтобы он почувствовал, что вас действительно это задевает. Чтобы он вспомнил, кто он есть и кто вы есть. А правда в том, что вы дали ему понять, ощутить, что вы другая. Вы не так, кто вы есть. Вы человек, который все сделает. Вы человек, который все терпит. Вы человек, который ничего не будет говорить. То есть вы сильный, мужчина почувствовал, что вы более сильный, сильный, чем он. И начал идти по этой распадающей. Знаете, только в разговоре с ним, в откровенном, экскрессивном, как бы таким, знаете, я бы даже сказал, немножечко надрывным тоном. Только в таком разговоре вы можете достучаться до него. И определить, как он к вам относится. Затем вы поняли, что он может потерять вас. Не то, что вы говорите. Вот, например, вот вы здесь пичатся, значит, что... Ага, вот вы говорите. Я понимаю, что ты потерял друга, но из-за этого я тебя потерял. Чисто физически ты присутствуешь, но тебя как будто рядом нет. И мы в последнее время ничего отказать нельзя. Все в стыке. Понимаете, вы не сказали, что он ответил вам на это. И вы не сказали о том, как вы это сказали. Где вы это сказали. Понятно, что вы сказали это у себя дома, скорее всего. Но слишком сильна ассоциативная память вашего мужа. Это нужно дело в другом месте. Это нужно дело в другом месте, где совсем другая атмосфера, где мужчина был бы более восприимчив к тому, что вы ему говорите. Если такого места нет, то вы можете совершенно в ультимативной форме, в форме ультиматума, поставить вопрос, что либо он возвращается к жизни и вспоминает, что у него есть жена и дети, либо вы от него уходите. Потому что, например, надо смотреть, как он спивается или объясняет детям, почему их папа так себя ведет, мягко говоря, вам надоело. И, понимаете, важно признать мужчине, что у него есть проблемы. Сам он свою проблему явно не осознает. И если он не хочет ее решать для себя, если он не считает, что это действительно проблема, что это с ним происходит, то, по крайней мере, ради вас, ради детей, ему нужно ее решить. Понимаете, в чем дело? В вашем вопросе, который вы задаете дальше, а именно, пропала радость нашей семье, мы не улыбаемся, это понятно. Вы пишете, как все вернуть на место. Вот это вот ваша основная, мне кажется, трудность. Вы хотите сделать так, чтобы все было как раньше. Правда в том, что так как раньше уже не будет. Потому что и вы изменились, и мужчина изменился. Смерть друга, как бы там ни было, она изменила вас собой. И вы теперь уже не такие, как раньше, не такие, как прежде. А значит, и как раньше все уже не будет. И вам нужно стремиться не к тому, чтобы все было как раньше. Вам нужно стремиться к тому, чтобы сохранить отношения. Вам нужно стремиться к тому, чтобы вспомнить, кто вы есть друг для друга. Вспомнить, кто вы, и вспомнить, что вы женщина. Показать мужчине, что вы в нем нуждаетесь. Перестать вот это вот все взваживать на себя. Откровенно требовать от него, чтобы он вам помогал. Проговорить с ним, напомнить ему о том, кто он. Может быть, помочь ему. И самое главное, активно подталкивать его к тому, чтобы он, значит, все-таки обратился за помощью к специалисту, к тому, чтобы он активно поработал на свои проблемы. То вам бы стараться ее решить. Понимаете? Если у вас есть шанс самостоятельно разрешить свою проблему, кстати говоря, депрессия, это то, о чем вы пишете в нашей саде. Значит, депрессия – это заболевание. Это психическое заболевание. Я буду диагностируем с врачом. Собственно, пока у вас нет диагноза, нельзя говорить о том, что у вас депрессия, можно говорить о том, что у вас депрессивное состояние, и с ним можно справиться достаточно легко. Если устранить те негативные элементы, которые провоцируют у вас такое ощущение себя. В принципе, основные моменты я вам рассказал, как можно это исправить. На самом деле, соглашусь со своими коллегами, что в одном ответе на вопрос вряд ли можно разрешить все ваши проблемы. Потому что, ну, хотя бы вот по тексту, да, я вам задам как минимум два таких вопроса, встречных, которые требуют отдельного разбора. Но, спрашивая нас, как быть, вы, наверное, ждете какой-то вот рекомендации в плане направления своей деятельности. И здесь, я думаю, что направление у вас может быть только одно. Самостоятельное отпущение вашего друга, самостоятельное изменение отношения к тому, что произошло, и активное вступление в роль женщины, жены, и, соответственно, попалкивание мужчин к тому, чтобы вновь стать мужем и, собственно, вашим любимым человеком. Для этого совершенно точно можно сказать, что вам не нужно взваливать все на себя, потому что тем самым вы показываете мужчине, что, в общем-то, ему делать ничего не надо. Вы и так сильные, вы и так справитесь. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.